Айгуль Здравствуйте! Я хотела бы плакат изготовить для... Выбирая фотографию для транспаранта, Айгуль долго не раздумывала. Выбрала ту, где ее дедушка Махмуд Амиров изображен в годы войны. Еще юным и таким не по годам серьезным. Как правило, информации много здесь не располагают. То есть это звание и, соответственно, фамилия, имя, отчество. А качество, то есть старые фотографии по качеству нормальные? Качество вполне нормальное, да. В рекламных агентствах Казани сейчас с бомб-обращений казанцы заказывают штендеры для участия в шествии бессмертного полка. Предполагаемое количество участников в этом году только в столице республики составит порядка 100 тысяч человек. По Татарстану около 220 тысяч. Приходят, на самом деле, самые разные люди. То есть это и молодое поколение, и взрослое поколение. Очень приятно, что все-таки люди вспоминают о своих родственниках, о своем подвиге. То есть они не забывают об этом. Это очень приятно. Среди заказов, то есть по заказам брать, обращаются и сотрудники нашей компании, и соседних компаний. То есть наши. Очень приятно. Айгуль впервые выйдет на улицу Казани, держа плакат с изображением своего дедушки. Старший сержант Амиров Махмуд Амирович влился в ряды советской армии в последние годы войны. Дошел до Польши. Дедушке Айгуль не стало три года назад, и каждый раз, думая о нем, она вспоминает его рассказы о войне. Мы подбегали, садились и понимали, что сейчас начнется. И начиналась эта история очень интересная. Он называл русские имена, а он коренной татарин, он жил всю жизнь в деревне, он вырос в деревне, родился в деревне. И, например, даже самое элементарное имя, Иван, он как-то мог исказить. Мы смеялись над этим, Саша, Иван. То есть он вспоминал своих друзей, он рассказывал, как им было сложно общаться на русском языке. То есть там был многонациональный народ на войне. И он это все вспоминал, что и русский язык мой дед выучил именно на войне. А потом сидел моей бабушке сериалы переводил. Да, это правда. В шестре бессмертного полка Айгуль выйдет вместе со своим 14-летним сыном, чтобы тот еще больше проникся значимостью великой победы, ставшей заслугой и его прадеда. Я понимаю, что мы пока еще то поколение, которое по рассказам наших дедушек, мы знаем, что такое война. Наши дети, они уже знают об этом больше по книжкам, да? Поэтому мне очень важно, чтобы сын тоже гордился своим прадедом, чтобы он тоже почувствовал вот это. И проникся, и, я не знаю, может быть, ему сейчас 14, деду тогда было 17-18 лет, да? Может быть, он поймет, насколько это было сложно, когда ты такой молодой, здоровый, энергичный, красивый парень. У тебя вроде как за спиной должно быть такое огромное будущее, да? А тебе приходится идти воевать. И там нет красивых картинок, там нет... Ты не знаешь своего будущего, да? То есть это же ужасные такие моменты. В шествии бессмертного полка татарстанцы участвуют с 2014 года. 9 мая в День Победы жители республики традиционно примут участие во всенародной патриотической акции. Старт шествия в 15 часов. В этом году колонна будет формироваться на улице Карла Маркса. Место сбора участников на перекрестке улиц Толстого и Карла Маркса. Бессмертный полк в Казани проследует по улице Карла Маркса через площадь Свободы на улицу Лобачевского мимо парка Черное озеро по улице Кремлевская через площадь 1 мая, после чего выйдет на площадь Тысячелетия. Здесь тех участников будет ожидать интерактивная праздничная программа. Традиционно во главе шествия пронесут копию Знамени Победы площадью свыше 200 квадратных метров. Информационное агентство «Татаринформ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...